Потрясающие куклы, исполненные с невероятным мастерством и поражающее воображение графика. Все это экспозиция Натальи Ковалевой и ее учеников, воспитанников детских домов семейного типа и художественного объединения «Довинчи». В зале около 200 работ, каждая из них неповторима. В глубине под ресницами и белоснежными лицами свой характер, стиль и даже эпоха. Эта выставка была организована, чтобы показать работы юных дарований Белоруссии и нашего города Бобруйска. И дать стартовую площадку для неизвестных молодых художников. Трогательные, грациозные и смешные. Разные техники, как на ладони. Лепка из глины, ватная папье-маше и отливка жидким фарфором. За каждой куклой кропотливая работа. На создание одной уходит от трех месяцев до года. Мастер одновременно модельер, скульптор и даже режиссер. Художник придумывает образы, оставляет частичку своей души. А дальше творения живут своей жизнью. Это будуарная кукла-болтушка. Все части тела подвижны. Элементы проработаны мастером до мелочей. Волосы сделаны из шерсти. Лицо расписано вручную. Обувь изготовлена из кожи. Легкие, светлые, наполненные белорусским колоритом, графические работы завоевали сердца строгого жюри на международном конкурсе в Токио. Взяли первые и вторые места на Ассамблее искусств России и Беларуси. Плюшевый мир и мишки Тедди также собрали своих поклонников. Родные для каждого – символ детства и талисман поколений. Изюминкой экспозиции стала оригинальная коллекция сказочных монстров. Никто бы не догадался, с чего оно сделано. Оно сделано из ваты. То есть мы совместили и ватную игрушку, и стиль Тедди. Меховое туловище. И если этого малыша потрогать, он очень жесткий, такой плотный, неломаемый, самое главное. Помимо авторских кукол на социалистической стоп представлена коллекция праздничных открыток. Их более 350 – черно-белых и цветных. Карточки словно напоминают счастливые моменты беззаботного советского детства. Самая раритетная – 65. Время работы выставочного зала с 10 до 19. Понедельник, вторник, выходной. Новогодняя сказка здесь продлится до 23 января. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.